Вот девочки сшила еще одну косметичку, пока без всяких кармашков. Вот девочки, у меня две заготовки есть вышитые, с санаторией вышивала диаметром, вышивка 12 сантиметров. Вот если из одной сделать ланчмат, а из второй грелку для кастрюли. Ваш совет. Вот девочки, мой первый ланчмат получился такой, вот такой с изнанки. Размером 33 на 40. Раньше никогда не сшила ланчматы. Вот закончила покрывало. Вот такая у меня изнаночка. Получилось. 2,10 на 2,10. Вот помощница моя пришла. Вот так. Закончила сегодня. Смотри, сотворила вот такого птица. Маленький совчик. Вот он с глазками. Вот. Ножки у него есть. Здесь крылья, вот обозначены он, у него брови, у него такие, вот такие. Хвост тоже вот, маленький хвостик. Он же маленький птенчик. Поэтому у него все маленькое. Вот крылышки, вот они. Видно, да? Вот и клюв есть. Вот такой он весь заерошенный. Такой птиц стоит. Глазюками своими пушистыми смотрит. Девочки, я хочу показать коврик, который я, вернее, наволочку, которую я доделала. Ну, изначально это был, как бы я планировала коврик в ванную, а теперь я передумала. Вот я сделала коврик, вернее, уже наволочку, потому что коврик меня отговорили, непрактично, неудобно будет. Вернее, не то, что неудобно стирать, часто надо будет, а нитки все-таки они могут вылазить. Вот, я сделала вот такое, сделала подклад, но я сделала в виде наволочки. Наволочку в обратную сторону сделала вот так. Отстегала, простегала, и сюда будет складываться подушка. И вот это у меня получилась такая наволочка, у меня большая так-так, на улице. И вот я хочу на улице положить, так сказать, думочку. Она получилась, наверное, сантиметров вот так вот 90, а вот так, наверное, ну, сантиметров 45. Вот же комбинезонишко у нас такой жутко импортный, а на нем дефект. И уже увидели, когда мы его уже, сейчас покажу, а вот. Я думала, для девочки, я думала, я павлиний глаз сюда пришью. Куда-нибудь вот сюда, где-нибудь вот тут. Он этого, из пуха комбинезон. Короче, не могу найти. Или попробовать что-то вот такое на машинке свободноходовым ходом изобразить. Сейчас попробую. Хочу показать, как я заделала дефект. Нам подарили курточку. Не заметили, что был дефект. Я сразу не сняла его. Смотрите, ну тут был вот такой фирменный знак. Естественно, надпись я делать не стала. Нужна была, конечно, дырочка, но пришлось, видите, как сделать. Она не дырочка, она была просто, затянулась нитка, и, ну, получился дефект. И пришить просто шеврон. Ну, это получалось по сторонам дырочка. Вот такой я вышила шеврон. Свободноходовым ходом. Вблизи его видно, но зато посмотрите. Единственное, к сожалению, я не нашла сходного цвета. Не стала цеплять всякие там синие, зеленые, яркие. Я прицепила серую. Вживую она чуть слабее бросается. Глаза не так ярко, потому что она шелковистая и отсвечивает. И получается, как будто бы белая. Вот так мы спрятали дефект. Я тоже обожаю меланжевые нитки. А я вот так безрукавку спортивную купила. Вкуся, ну, конечно, она думает, что это для нее расстелили, а как же. И вот так вот я вышила. Это спинка. Вот это у меня такие пяльца. Нет, это листик отдельно. Вот размер пяльцев. Вот размер пяльцев. Вот это. Но, к сожалению, я повредила электронику. И вот второй бачок. Я ее с такой радостью ношу. Она такая классная, эта безрукавка. Вот это я ее так обновила. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok